Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрген. В прямом эфире программа «Случай из практики» и я, Екатерина Борж. Уже пять лет в Сыктывкаре работает специальная социальная программа «Семья встречает гостей». Детишки из детских домов могут проводить выходные или, к примеру, каникулы в гостях у обычной семьи. А еще в этом году заработал проект «Единая Россия». В России важен каждый ребенок. Что мы можем сделать, чтобы каждый ребенок из детского дома обрел семью? Мы имеется в виду и государство, и органы опеки, и рядовые граждане. Об этом мы сегодня рассуждаем с нашими гостями. Елена Алексеевна Романец, заместитель руководителя агентства Республики Коми по социальному развитию. Добрый день. Здравствуйте. Елена Ивановна Пятькова, заместитель руководителя детского дома школы номер один имени Католикова города Сыктывкар. Добрый день. Добрый день. Для начала хочется услышать, Елена Алексеевна, агентство по соцразвитию, каким образом участвует в проекте, который в этом году заявила «Единая Россия», который называется «Очень красиво». В России важен каждый ребенок, ведь на самом деле это так. Каким образом агентство участвует? Агентство по соцразвитию является органом социальной защиты населения и в то же время органом опеки и попечительства. То есть мы профессионально занимаемся проблемой сиротства. И когда обратились к нам с предложением поучаствовать в проекте «России важен каждый ребенок», конечно же мы не могли отказаться. Мы участвуем в любых проектах, которые направлены на помощь и поддержку сирот. Этот проект нас, конечно же, заинтересовал. Мы понимали, что без участия профессионалов реализация проекта просто неэффективна и невозможна. Конечно же мы участвуем в проекте. И прежде всего основная задача наша – как можно больше дать информации гражданам о различных формах семейного устройства сирот, провести информационную кампанию, рассказать о мерах поддержки сирот. Ну и, конечно же, непосредственно реализовать мероприятия, которые точно каждому сироте возможно какую-то поддержку и помощь оказать. При этом какие мероприятия входят в реализацию этого проекта? Ну, например, как я уже сказала, это прежде всего информационная кампания. Жители республики должны знать, какие меры поддержки существуют, замещающих семей, какие формы устройства детей-сирот существуют, куда обращаться с тем, чтобы получить как можно больше консультаций по этому вопросу. Конечно же, это такая форма работы, как шефство. Шефство над детскими домами, над нашими социально-революционными центрами. Ведь мало кто знает, что помимо учреждений для детей-сирот детских домов существует еще и социально-революционный центр для несовершеннолетних, так называемые приюты, где дети проживают, те дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, которые также нуждаются в помощи и поддержке. Сейчас они подпадают тоже под реализацию этого проекта. Конечно, да, да. Мы предложили расширить, так говорится, спектр участников этого проекта, и в том числе детей, находящихся в наших социально-революционных центрах. Поэтому думаю, что данный проект не может не принести результата. Вот еще один проект, о котором я говорила в самом начале программы, «Семья встречает гостей». Как я уже сказала, практически пять лет существует, да, Татьяна Бедовна, расскажите, когда? В конце 2008 года воспитанники детского дома номер один города Сыктывкара обратились в адрес тогда Управления социальной защиты населения по городу Сыктывкару, урганапики, попечительства в 2008 году, с письмами о том, что Новый год, 2009, они хотят встретить в семьях. Значит, просьба была услышана. Значит, три организации, это Управление социальной защиты населения, сам детский дом, администрация детского дома номер один, и общественная организация Сыктывкарская ассоциация многодетных матерей разработала проект «Семья встречает гостей». И с 2009 года этот проект активно начал реализоваться, было проведено совещание, подхватили эту идею два детских дома, это детский дом номер один как раз инициатор, и детский дом школа номер один имени Католикова, между которыми были заключены соглашения, и на основании этих соглашений дети, значит, стали проживать в семьях граждан, которые обращались в орган опеки за получением разрешения, и затем приходили в детские дома и забирали детей на Новый год. Значит, в 2009 году весь детский дом номер один городской, Новый год, все дети встретили в семьях граждан. То есть удалось реализовать, вот с этого момента началась реализация проекта. Ну вот пять лет существует проект, насколько вот может быть активность наших жителей, там, спала, или наоборот, все так же с удовольствием приглашают в гости на выходные, на праздники? Ну, учитывая, что у нас три детских дома на территории города Сыктывкара, к сожалению, один из детских домов участия не принимает, но вот два детских дома достаточно активно принимают участие, значит, до настоящего времени все дети детского дома номер один, который находится в Красном Затоне, на самом деле в праздники проводят в семьях граждан, очень активно участие принимают попечители детского дома, и дети с удовольствием идут в семьи. Вот это самое главное, что между семьями, которые хотят помогать детям, между детьми, которые хотят жить в семьях, получился хороший тендем. И дети сегодня живут в семьях. Они могут проводить в семьях выходные, праздничные, каникулярные дни. То есть это оговаривается, в учебное время нельзя забрать? Да, это обязательно. В учебное время нельзя, но на выходные можно. Если семья хочет принять ребеночка и увезти его на юг, то с разрешения органа опеки срок можно продлить до двух месяцев. То есть, в принципе, очень хороший проект. Но и на сегодняшний день существует нормативный документ, который регламентирует деятельность учреждений и пребывание детей в семьях граждан. Это 432-е постановление правительства, на основании которого граждане, обращаясь в орган опеки, получают заключение органа опеки и могут спокойно забирать детей в семью. Елена Ивановна, вот детки вашего детского дома участвуют, я так понимаю, как раз-таки в этом проекте. Да, наши дети участвуют. И, конечно, у нас детки, начиная с дошкольной группы и до 11 класса, то есть с 3 до 18 лет. И около 20 семей города Сыктывкара имеют разрешение органов опеки и попечительства на временную передачу наших деток в их семьи. То есть это и каникулярное время, и выходные. И эти дети к ним приходят, в основном это родственники, но есть и семьи, которые хотели бы общаться с нашими детьми, хотели бы взять их в свою семью. Сейчас наши дети с удовольствием выходят, потому что им интересно. Когда они возвращаются, вот каков их настрой, скажем так, они счастливы, или наоборот, может быть, они грустят случайно. Эмоции, конечно, эмоции у кого-то всплеск, да, идёт. Кто-то вот задумывается о том, что ждёт его впереди. Но в основном, в основном, все, конечно же, хотят ощутить себя хотя бы на несколько часов в семье. Почувствовать быт, почувствовать обстановку семьи. Вот в этом и главная цель, собственно говоря, что дети, которых ещё не установили. Какие функции выполняет в семье каждый из членов, да, и наши дети активно участвуют в этом, постоянно. И мы своих детей стараемся вывозить, ну, в рамках... У нас дети занимаются дополнительным образованием, мы выезжаем с выездными концертами. Выездные концерты при поддержке партии «Единая Россия», при проекте «Россия важен каждый ребёнок». У нас был выездной концерт в Карткирос. Выезжали мы в Ухту со своими концертами. Концерт у вас как? Поют, танцуют или поют и танцуют и всё делают? У нас духовой, детский духовой оркестр. У нас ансамбль «Лашкарей веселуха». Такая у вас активная жизнь. Да, мы играем на музыкальных инструментах, мы поём, мы занимаемся театральным творчеством. И наши дети на этих концертах показывают себя и свои способности. То есть то, что мы можем, умеем. И, конечно, мы выезжаем в Карткирос с представителями органов опеки, где проводилась вот тоже вот такая разъяснительная работа. Мы рассказывали о наших детях и хотели бы привлечь граждан к тому, чтобы они приглашали наших детей в свои семьи. Вот, давайте. Я бы хотела добавить, как раз по технологии работы. Ведь очень важно дать почувствовать ребёнку, что он не одинок, что он важен, его проблемы важны не только воспитателям или сотрудникам детского дома, интерната, но и простым гражданам, которые проживают в Сыктывкаре или в каком-то другом городе наш, и в нашей республике. И вот это чувство, что он важен, позволяет планомерно интегрировать ребёнка и в общество, и даёт очень хороший задел на будущее для него. Поэтому вот эту задачу как раз-таки технология решает. И второй момент. Технология позволяет тем кандидатам, возможно, кто хочет попробовать себя в качестве родителя, замещающего, но боится. Ведь и такой психологический момент тоже есть. Начать с малого, скажем так. Да, эта технология также позволяет, и есть уже результат реализации этой технологии. Вот Татьяна Дмитриевна может подтвердить, сколько детей потом, соответственно, обрели настоящих уже родителей в лице вот таких гостевых семей. То есть вот так вот брали на выходные и потом не смогли отпустить домой? У нас три семьи, которые брали детей на выходные, это совершенно посторонние граждане, которые затем просто не смогли отпустить этих детей. Они прошли специальную подготовку и оформили, значит, этих детей в семье. И сегодня трое детей в рамках этого проекта живут в семьях. Вот Елена Алексеевна сказала, что кандидаты в усыновители, опекуны, попечители тоже принимают участие в этом проекте. На самом деле, когда семья задумывает принять ребеночка в семью, особенно если семья хочет принять ребеночка старшего возраста, естественно, есть какие-то страхи, есть какие-то опасения. И когда на стадии подготовки документов мы разъясняем им о данном проекте, доводим до их сведения и параллельно с пакетом документов на постановку на учет в качестве кандидатов оформляется вот это временное заключение и семья имеет право принимать участие в этом проекте. И у нас сегодня уже 15 семей есть, которые в рамках этого проекта приняли детей в семье. То есть они посещали интернат, знакомились с ребенком, привыкали к этому ребенку и далее была уже оформлена опека. Но там, видите, и в том числе кандидаты в усыновители. А вот три семьи, которые только в рамках проекта, познакомившись один раз с ребенком, приняли этих детей в семье. И сегодня дети очень хорошо живут в этих семьях. Но при этом, если вот настолько успешно реализуется этот проект в течение пяти лет, это уже время, которое дало возможность проверить, насколько он хорош, как хорошо реагируют дети. Другие города почему не подхватывают? Или подхватывают, мы просто об этом не знаем. Работа по гостевым семьям, она ведется. Действительно ведется, но в форме вот такого облеченного в виде технологии работы, в виде проекта, это вот только Сыктывкар. Но распространять технологию работы по другим городам, конечно же, это наша задача, тем более, что она приносит результат. При этом, если говорить о других, например, регионах, может быть, тоже подхватили инициативу и такое, или, может быть, аналогичные просто реализации, параллельно кто-то. Ну, параллельно реализуются в ряде регионов, есть такие технологии. Естественно, мы полагаем, что по всей России распространяется, имеется такая технология, тем более, что вот сам проект как бы единороссов, он, видимо, тоже рассчитан на всю Россию. Поэтому я считаю, что это есть. Но я могу говорить только за своих граждан, граждан города Сыктывкара, поэтому здесь вот я считаю, что результат есть. И результат хороший. Причем вот могу добавить, что если семья взяла ребенка и не оформила уже вот по гостевой семье, да, получили заключение, взяли ребенка в семью, это не значит, что вернув ребенка обратно, они не поддерживают с ним отношений. Эти дети ждут следующих выходных, ждут каникул, чтобы попасть опять в эту семью. У нас есть семьи, которые вывозят детей на отдых, как я уже говорила. Есть семьи, которые вообще на каникулы до двух месяцев забирают детей из детских домов, как раз в рамках этого проекта. Но чаще всего какие семьи как раз-таки подключаются? Потому что, насколько я считала, в начале проекта в большей степени подключились как раз-таки многодетные семьи, потому что ассоциация многодетных семей. Сегодня это может быть любая семья. Вот у нас есть семья представителей, значит, одной из телефонных сетей, родители работают там. Вот они взяли ребеночка сначала по гостевой, потом прошли все препоны, то есть оформили все документы и приняли этого ребеночка в семью. То есть проект очень положительный. При этом определенные есть условия, как для детей, так и для родителей. То есть ребенок не младше 10 лет может участвовать? Как правило, да. Для того, чтобы не травмировать психику, чтобы не было неоправданных ожиданий, естественно, с детьми старше 10 лет проводится работа в самих интернатах. Психологическая служба работает, проводится психологическая подготовка. Потому что я думаю, многие наши жители республики, которые слышат об этом проекте, ну, наверное, двойственно воспринимают, как вот это. Не получается ли, что мы взяли, подразнили и отдали обратно? Вот как вот подготовить ребенка, чтобы он потом не плакал? Ребенка подготовил. Помимо того, что работает, да, психологическая служба, вот в нашем детском доме еще мы очень тесно сотрудничаем с волонтерами. То есть мы извне, с Икт-Петербургского госуниверситета приглашаем старших, скажем так, товарищей, которые приходят в наши семьи, к нашим детям. Они общаются. И потом вот уже эти дети работают со своими родителями, скажем так. И получается, заключается какое-то шефство над семьей или над квартирой. Да, и эти шефы, наши шефы, они берут детей, то же самое водят в кафе, проводят с ними выходные, праздники, Макдональдс, посвящение боулинга. То есть вот еще мы практикуем встречи со знаменитостями, с нашими, с нашими. Например, у нас была Альфия Каратаева, которая приходила на концерт, она с нами дружит. Наши дети встречались с Викторией Крыловой, девушкой-боксером, знаменитым в нашей республике, которая является чемпионом в юниорской своей категории. Ну, мы стараемся приглашать к нам. В рамках Арт-квадрата приходила к нам Анна Чапман, приезжали к нам другие, скажем так, знаменитости. То есть, может быть, помимо знаменитостей, если говорить об обычных гражданах, если нет решимости какой-то пригласить к себе в гости, можно прийти к вам в гости и пообщаться? Или как-то вот это сложно? Ну, вот как просто так со двора зайти и пообщаться? Нет, только мы можем организовать встречу всех детей, поговорить, пообщаться, послушать стихи, какой-то концерт показать. А вот так прийти и взять ребенка? Нет, это только через органы опеки и попечительства получить разрешение. Тогда, пожалуйста. Немного отвлеку вас, дорогие телезрители, от темы нашей разговора сегодня. Хотела бы вам напомнить, что если вы хотите поднять какую-то тему в нашей программе, у вас есть возможность, скажем так, заказать ее. Есть телефон редакции 725-400. Есть у нас адрес электронной почты. Это самая популярная, наверное, форма общения. Моя с вами. Случайсобака.ртк.ру. Пишите суть проблемы, мы постараемся поднять, найти нужного специалиста. Также вы можете написать нам письмо по обычному адресу Соктовка, улица Карла Макса, 197. Тоже изложите просьбу. И еще можно добавиться в нашу группу ВКонтакте. Там тоже сказать, что хотелось бы услышать или увидеть такого-то специалиста. Услышать бы, чтобы вы раскрыли такую-то тему. Так что обращайтесь. А пока мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь.